Я хотела бы с большим удовольствием представить... Нет, ради Бога, мы можем монетку бросить. По очереди. По очереди, да. Хотим представить доктора Пекатори, который является сотрудником фактически двух организаций. Одна называется Европейская школа онкологии, Европенского онкологии. И вторая является Европейским институтом онкологии, который локализуется в городе Милане. Я могу дополнить, раз мы монетку не бросили. Я не бросил. Тоже с огромным удовольствием хотелось бы представить Федора Пекатори, нашего большого друга, эксперта Европейского общества онкогинекологов, эксперта ЭСМА, который наш большой друг. И уже неоднократно его слушаем в Санкт-Петербурге. И очередной приезд сейчас посвящен проблеме беременности и рака молочной железы. Большое спасибо, Елена, за очень хорошие, добрые, ступидные слова относительно меня. Для меня всегда большая радость находиться в Санкт-Петербурге. Меня попросили обсудить один из вопросов, с которым я сталкиваюсь, но не ежедневно, но по крайней мере ежемесячно. Это вопрос, связанный с раком молочной железы во время беременности. Я выбрала именно эту тему, потому что рак молочной железы является наиболее частым онкологическим осложнением в беременности. Если посмотреть на эпидемиологию, вы видите, что согласно разным регистрам, меланома, рак и шейки матки, меланома и рак груди, рак молочной железы меняется с возрастом. Чем выше возраст женщины, чем больше риск рака, заболевание раком молочной железы с другими злокачественными оптологическими опухолями. Мы видите, один случай на тысячу беременностей в качестве осложнений имеют рак, а это на 1 к 3 тысячам. Это именно рак молочной железы. Плохие новости заключаются в том, что распространенность этого заболевания во время беременности увеличивается главным образом, благодаря тому факту, что увеличивается именно возраст беременности нынешних женщин. По всему миру такое. И второй фактор – это также возрастание заболеваемости раком молочной железы у более молодых женщин. Это уже более противоречиво. В некоторых регистрах по опухолям совершенно четко показывается это увеличение более молодого возраста, а другие показывают это более усредненно. Мы пока не знаем, почему именно это происходит у более молодых женщин. Хочу начать с клинического случая. В случае пациентка Лорен, 34-летняя, нет никаких осложнений сопутствующих, сочетанных. Очень спортивная, очень хорошая диета. Здоровая у нее забеременела спонтанно, совершенно счастлива. Но вот когда она пришла на первое обследование, обнаружен был узелок в правой груди. И это девятая неделя беременности. И УЗИ показывает, в каком квадранте находится узелок. И, к сожалению, это инвазивная проточная карцинома третьей степени, высокий уровень пролиферации, как вот это обычно происходит именно у молодых женщин. И ХЕР-2 позитивно также. Тут четыре вопроса, которые мы можем разобрать. Первый – процедуры стадирования во время беременности. Второе – местно-региональное ведение беременности. Третье – безопасность химиотерапии во время беременности. И четвертое, что может быть еще важнее – это отдаленный результат для ее ребенка. Давайте начнем с первого вопроса. Какие потенциальные процедуры, что можно делать во время беременности, когда продиагностирован рак молочной железы. Но, конечно, надо принять во внимание вопросы, связанные с радиационной защитой, когда речь идет о лучевой терапии. УЗИ, конечно, УЗИ можно сделать, проблемы с этим нет. Можно также низкодозовую лучевую терапию. Например, маммограмму. Собственно, во время беременности это безопасно. И, например, если речь идет о лимфомах, в третьем семестрах можно низкодозовое сканирование УЗИ. И недавно мы использовали МРТ после первого триместра этой пациентки. И специальная техника МРТ диффьюзов на взвешенную – это магнитный резонанс. Мы смотрим на молекулы, свободные от воды, высвобожденные в клетках, простите, в тканях. И в высококлеточных тканях, если это рак, то вот это движение молекул с водой ограничено. Это можно отследить также при МРТ. И мы также работаем с целой серией наших пациентов. Когда мы делаем МРТ диффузионно взвешенной, если это рак во время беременности, мы проводим таким образом стадирование наших пациенток. И иногда бывает, что не очень точно поставленное стадирование без осложнений. Здесь вот вы видите, как мы проводим во время беременности МРТ взвешенная, диффузионно взвешенная. И это хорошо. И вы получаете вот такие изображения, похожие на ПЭД. Следующая роль хирургии. Это очень важный вопрос, потому что несколько лет назад абсолютно все говорили, рак во время беременности. Актомостомия, ну, конечно, это потому что нельзя во время беременности пациентку подвергать лучевой терапии. Но это неправильно. И мы продемонстрировали также, что консервативное хирургическое вмешательство при раке молочной железы можно сделать. Очень сложно, конечно, анестезиологию подобрать. Но, в общем, в любом случае может быть консервативное хирургическое вмешательство. И я вам покажу также, что возможно смотреть на сторожевой лимфоузел. И вот речь идет еще, если это мастектомия, во время операции даже можно восстановить, сделать операцию реконструктивно-эстетической хирургии для восстановления груди. Вот была сделана немедленная реконструкция груди пациентки. И даже нескольким пациентам с раком. И я уже не буду все здесь показывать, что в этом слайде. Ну, вот, разный был гестационный возраст, но более прогрессивные опухоли эти были. Мы смотрели также и за пределами беременности. Была акселярная диссекция. И после беременности постмастектомия и лучевая терапия были проведены. И во время беременности или за пределами беременности в то же самое время можно проводить реконструкцию молочной железы. И нет никаких проблем, связанных с осложнениями, связанными с плодом, если это во время беременности. Что я еще говорю? Я упоминал сторожевой лимфоузел. Это серьезно, потому что если маленькая опухоль, вы не будете убирать всю подмышечную ткань, акселярную ткань. Какова роль этой ткани при раке груди? И мы работаем с небеременными пациентами. Мы работали с пациентами, потом провели базовые исследования, пилотные исследования среди беременных пациентов. Смотрели, конечно, какой уровень лучевой терапии может быть, чтобы не повредить плоду. И вот я из Милана приехал в Санкт-Петербург. Как вы знаете, я говорю, что у нас это очень низкий уровень лучевой терапии получается. И вот мы собрали 140 с лишним пациенток, мы проводили клинические испытания, мы лечили этих пациентов. Мы видим эти характеристики, мы этот доклад написали, пока еще эта статья просто не опубликована. Тут мы касаемся основных вопросов, которых мы видим после всех этих процедур. И есть, конечно, позитивный 30 с лишним процентов, это позитивные узлы. Но мы наблюдаем также высокое количество рецидива акселярного, потому что эта процедура давалась во время беременности. Но процедура, это безопасно для плода, собственно говоря. И таким образом мы основываем на этом также стадирование следующее безопасности химиотерапии, системной терапии. Во время беременности, если речь идет о HER2 позитивных опухолях, и можно ли применять такое лечение на таких пациентках. Мы обсуждаем это, когда речь идет о беременных пациентках, всегда смотрим на гестационный возраст, когда диагноз в пациентке поставлен. Потому что и влияние химиотерапии, и лучевой терапии, кстати, во многом зависит от возраста гестации. И почти никак не влияет, собственно говоря. И есть более опасный момент, это первый триместр. Как раз мы должны больше тут собрать. То есть в 10 раз больше риск новообразования именно в первом триместре. То есть не применяйте во время первого триместра беременности химиотерапию во втором триместре. Это более безопасно, главным образом, из-за плаценты, из-за воздействия плаценты. Потому что она перенаправляет количество украсных средств от плода. Группа Фредерика Аманты проводила исследования на бабуинах. Мы использовали животные модели, смотрели на рубицин, пакетоксель в плоде бабуина. И мы видим то количество, тот процент лекарства, которое отслежено в самом плоде. Оно гораздо меньшего концентрации, чем в матери. Но тут много антрациклина давалось. Вы видите высокие уровни антрациклина в сердце. То есть химиотерапия может быть безопасна также и после первого триместра и у женщин, после этой животной модели, которую мы смотрели на бабуинах. Тут, конечно, надо смотреть на фармакокинетику. Но это всегда так во время беременности очень важно. Также, как я уже говорил, антрациклины могут здесь применяться. Очень много пациенток у нас, которые его получали. И это не увеличивало риска врожденных новообразований. И вот тут кисплатин, карбоплатин. Это первый выбор, если надо платим умные агенты давать во время беременности. И есть еще другие осложнения при беременности, при химиотерапии. Здесь вы видите, вот в этих сериях процент осложнений при беременности. В среднем пациентах кушерско-генеалогических возрастает. Но главное, возрастает, если это начинается в первом семестре. И тут есть ограничения внутриматочного роста. То есть, вот это важный очаг токсичности. Надо об этом помнить. И вот главным образом, это благодаря этому факту, как мы полагаем, что это может быть плацентарное осложнение, плацентарная токсичность, связанная с этими лекарственными средствами. Это может потом морфологическое состояние повлиять на них или снизить внутриутробный рост плода. Тамоксифен не следует применять. Он ассоциирован с большим уровнем новообразования. То же самое касается тростозумаба, потому что тростозумаб – это моноклонное антитело, и другие там антитела есть. И когда речь идет о этом переходе во время второго и третьего семестра во время беременности, вот почему как раз описывается, что алигоиндраминус может возникнуть смерть плода, то есть новообразование в плоде, смерть плода. Выводы – это исход детей после химиотерапии матери. Это очень важный вопрос. Это первое исследование, которое было опубликовано. Это отдаленный эффект на детей. Тут 70 детей, матери их получили химиотерапию, и мы видим на поведенческое здоровье, сердечное здоровье. С этим все было в порядке, большинство из этих детей имели неадекватное неврологическое развитие. И главным образом это была гетероченная преждевременная рода, потому что врач решал, что это будет лучше. Эти преждевременные роды ассоциировались со сниженными баллами коэффициента умственного развития, IQ. Тут есть разные условия токсичности плода, задержки развития плода. То есть устраивались преждевременные роды и химиотерапия. Есть еще другая статья, которая осматривала 129 пациентов, публикован в английском журнале. Там контрольная группа, также и каждый ребенок, рожденный от матери, которая во время беременности проходила химиотерапию, сравнивая с контрольной группой детей, у матери которых не имели подобной проблемы. Мы не заметили никаких различий, но мы подтвердили важность также срока родов для таких детей. И после химиотерапии, после завершения беременности, это уже было нормально. И опять-таки вот Лора, у нее была мастектабинная квадроэктомия и биопсия сторожевого узла на 12 месяц беременности. Антрациклин, паткетоксин во время беременности принимала, осложнений никаких не было у нее. И дальше было сделано кесаревое сечение на 38 неделях. И ребенок здоров, она завершила после родов химиотерапию, гормональную терапию и лучевую терапию. Какие выводы напрашиваются? Это мультидисциплинарные вопросы. Очень важно делать это общими усилиями. Онкологи, хирурги, радиологи, акушеры, гинекологи все вместе должны обсуждать эти клинические случаи, эти вопросы. Еще какая идея, которую можно вам передать, что всегда возможно сделать биопсию сторожевого лимфоузла. Химиотерапия только не в первом триместре, но во втором и третьем можно тамак, сифин и транстузмаб. Во время беременности не надо. Преждевременные роды следует их избегать. Есть только нет особых для этого показаний. Ну, на этом все. Большое спасибо за внимание. Еще раз хочу подчеркнуть, как важно международное сотрудничество. И я совершенно рада и счастлив, что здесь есть мои коллеги, которые вместе работают в нашей международной сети по вопросам рака и беременности.